МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Юг». И в канун 1 мая я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на трудовые успехи, с которыми встречают жители южных провинций области и их столицы города Магнитогорска, праздник солидарности трудящихся. Наши съемочные группы работали в эти дни в Верхнеуральском, Кизильском, Брединском районах. По жанру это очерки губернской жизни. Главная тема – подготовка к СЕВУ. Сегодня также в программе рассказ об отдельной роте милиции города Магнитогорска, репортаж фестиваля «Арт-Пранформа 97. Путевые заметки о пребывании австрийских журналистов на Аркаиме». Ну что ж, в путь! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наверное, это неправильно, что ни Миаз, ни Урал, ни другие реки нашей области судоходными не являются. И мы с вами лишены возможности трепетно переживать при виде одного из самых волнующих в природе процессов – летохода. А с другой стороны, к чему нам с вами еще один природный катаклизм, сопровождаемый разрушениями береговых построек, пристани, потерей домашнего скота? У нас и так весенний паводок порой доводит до немалых лет. Но все равно, пусть на малых реках и больших озерах, но лед тронулся. И кое-где уже растаял. Как хотелось бы, чтобы он тронулся и в делах крестьянских. Сельские жители, которым нынче, впрочем, как и всегда, недолюбование весенней природой, живут в заботах куда менее лирических. Когда сии, что сии, чем сии. Так получилось, что вы человек северный, да? А какое значение вы вообще продаете югу области, сельскому хозяйству? Это наша житница. Здесь же основные объемы производства зерна. Хлеб сегодня был и останется, наверное, главным продуктом. Хлеб с его головой, как говорят. Эти кадры сняты на зональном совещании. В нем приняли участие главы и директора хозяйств южного региона. А областное руководство в лице начальника сельхозуправления, его замов, директоров НИИ сельхозинститутов впитывало информацию как губка. Тогда, как не всегда, то, что слышалось с трибуны, ласкало слух. Мы в совхозе уже лет 8 даже больше не закрываем влагу. Там, где есть черня, у нас больше 400 стеблей осталось на квадратном метре. Весной смотрим, влагу не закрываем. Я думаю, канадцы тоже фермеры, в частности, они тоже не глупые. Это взято было с канадами, мы испытывали и доказано, что меньше расход влаги. Всегда влага подтянута. Схожесть после получается и затрат нет на гектар, мы не закрываем влагу. Сразу сеем по стерне, сразу сеем и получаем отличные исходы и урожай нормальный. Мы начали сеять разбрасыватели минеральных удобрений зерна. В прошлом году мы сеяли, уже 3000 гектар было посеять. Кстати, прибавка урожая составляет от 4 до 10 центнеров в зависимости от культуры. Просьба у меня небольшая. Я ничего просить не буду, значит, вот что. Значит, у нас Агаповский район рядом. У нас вот Браиловское отделение, хорошее отделение. У нас механизаторы там хорошие, техника хорошая. А там вот рядом границы, как раз там года 3 бурьяна, 1004. Мы в прошлом году за литр водки там 500 гектар скосили и сено заготовили. Может, у фермеров просьба такая, значит, если вот у нас Александр Сергеевич здесь вот отдали бы нам вот это, прирезали нашему семеновольческому хозяйству. Возможно, здесь и посеять, и семена есть, и люди есть, и техника. И земля, главное, пустует. Мы бы с удовольствием семена бы размножали для области и выращивали там. Присутствовать на подобного рода судьбоносных совещаниях – дело, конечно же, чрезвычайно полезное. Но все, что мы здесь услышали, требовало, согласитесь, не то чтобы проверки, а подтверждения на местах. Например, лапки для стерневых сейлок СССР. Их требуется только Агаповскому району в количестве 10 тысяч штук. А как у соседей? Не, мы с лапками СССР полностью переколепали, все лапки нашли выход, отремонтировали. Также мы лапы и на культиваторы КПИ-3 делаем, сами ремонтируем. В этом нет проблем. У нас полностью и культиваторы, и сейлки с лапами подготовлены. Гусеничный парк полностью готовый. Говорят, что район стоит без горючего полностью, а у вас по секрету горючее есть? На полевые работы у нас горючего хватит, и мы зимой не стояли из-за горючего ни одного дня. Верхнеральский район – наиболее казачий из всех южных районов. Но штаны с лампасами, сохранившиеся, несмотря на 70-летнее усмирение, верхнеральцы достали из сундуков. Не для того, чтобы с ногайками красоваться на молодежных дискотеках. Прежде всего они – пахарь. – 650 гектаров земли, и 150 имеет конкретно вот это крестьянско-фермерское хозяйство, где ведутся работы. Есть своя техника, допустим, уже поля обработаны, подготовлены к посеву, пшеницы. Ну, как сказать, допустим. – Какой из казаков землю пашет конкретно, а? – Я работаю, но я работаю водителем. – Понимаете, ну мы как в этом зарабатываем деньги для фермеров. Ну, короче говоря, на зерно, на солярку. – Ну, а кто работает в поле конкретно? – Я работаю в поле конкретно. У нас тоже крестьянско-фермерское хозяйство состоит из казаков. У нас 250 гектар земли. Ну, с техникой маленечко проблемы. С кредитами проблемы. А так в основном сейчас стараемся сами делать. – А вы? – Я водителем работаю. – А трактористы есть, нет? – Ну, как трактористы, мы сами садимся. Допустим, ДТ пашет. Ну, у нас есть за кем закрепленный ДТ. Пашет он, после 7 часов он отпахал. Вечером мы уже приезжаем, хоть ты и глава, так же садишься за трактор и пашешь. Синокос, так же он работает. Где-то достаешь, приехал туда же на поле, чтобы он отдыхал уже. – Выделяете казаков из остального, от масты, леской? – Ну, в принципе, мы зачем их будем выделять? У нас все едино. Если они занимаются сельским хозяйством, вопросами сельского хозяйства, значит, стараемся помогать на уровне со всеми фермерами. Выделяем товарный кредит, выделяем, стараемся выделять деньги. – Человек, которому доверено руководить Верхневральским районом, заслужил это самое доверие. Прежде всего тем, что честнее и порядочнее его. Разве что отец Борис, местный священник. Но во время избирательной кампании, которую он выиграл безоговорочно, люди говорили о том, что они ждут от Анатолия Докшина радикальных перемен. Готов ли он к ним сегодня? – Вы очень долго руководили колхозом Инни Чапаева. Вот вам присущи черты легендарного героя революции? Я имею в виду решительность, всегдашняя готовность рубить головы, бескомпромиссность. – Ну, головы рубить я не сторонне. Я считаю, что каждый человек имеет какие-то свои определенные достоинства. И если он на одном каком-то месте не может себя выразить в достаточной мере, значит, нужно просто определить ему другой участок работы, где он сможет себя проявить. Абсолютно плохих-то людей их очень мало. Сейчас настало время, когда тот, кто хозяйствует на земле, должен заботиться о самом ценном, нашем богатстве о земле. Я думаю, что все пойдет к лучшему. – Почему, имея такие прекрасные природно-климатические условия, район является лидером не только в области, а, наверное, и в России? – Есть руководители, которым, конечно, нужно добавлять оборотов, добавлять знаний, ну и, естественно, прилагать максимум усилий для того, чтобы их коллективы работали более производительно и эффективно. То есть в этом плане у нас в последнее время ситуация сложилась не совсем удачно. Но сегодня мы вот у себя пытаемся через комиссию по неплатежам заслушивать все хозяйства, значит, требуем, чтобы нам предоставляли бизнес-планы каждое хозяйство. И уже вот буквально после первых заседаний видно, что некоторые руководители просто не представляют, на что нацеливать свои коллективы, какие нормативы выдавать, значит, по отрасли растеневодства, по животноводству. – Через неделю грянет посевная. Сейчас очень много говорится о том, что много земли оказалось незадействованной в прошлом году, в другие годы. Какой процент у вас? Ну, в целом мы засеем, значит, где-то 77 тысяч гектар зерновых, 45 тысяч, значит, кормовых. Есть, конечно, земли, которые у нас сегодня брошены. Мы в прошлом году целенаправленно в этом вопросе поработали. У нас создавалась в районе комиссия, которая, значит, определила ту часть земель, которая оказалась не у дел. – Кем брошены? Вот что интересно. – Ну, тут система складывалась каким образом? Что когда в 91-м году определялись земли запаса, и пошла реформа, начиная с 92-го года, по выделению земель, значит, для образования крестьянско-фермерских хозяйств, многие, значит, вошли в эту компанию недолжным образом, и просто не в силах сегодня возделывать эту землю, побросали. А законодательной базы для того, чтобы изымать эту землю, до сих пор нет. Нет, как вы знаете, земельного кодекса, который еще не утвержден Госдумой. И поэтому практически юридических-то оснований изымать землю сейчас нет. Это уж мы сами волевыми усилиями это делаем. – Я понимаю, но кто эти люди? Это колхозы, совхозы, ну, нынче акционеры? Или это фермеры? – В основном асфальтные фермеры. То есть не тот, кто живет на этой земле, а тот, кто хотел, видимо, легкие куши сорока. Одна из самых ключевых позиций в районе – управление сельского хозяйства. И сюда как раз-таки пришел новый человек – сорокалетний Михаил Баламакин. До этого он успешно работал директором крупного хозяйства «Уралец». И до сих пор обуреваем заботами о нем. Трудно сразу перестроиться, отойти от привычных понятий, как руководитель, забота о одном хозяйстве. А сегодня, конечно, вместо одного – 14 хозяйств. Но уже перестроился. – Да? – Уже перестроился. – Вам легко было перестроиться, потому что именно вот здесь, в теплом, зарплату получали люди почти всю зиму, да? И даже горючая есть на посевную. Об этом можно говорить, нет? Или это тайна? – Да нет, тайны никакой нет. Мы в 96-й год сложно начинали, но закончили, в общем-то, надо сказать, его неплохо. Получили среднюю урожайность по 16,5 центнеров, что дало возможность заложить в полном объеме семена, провести бартерные сделки по ремонту техники. Техника, по сути дела, почти готова в хозяйстве. Купить новую. Ну и выдать заработную плату людям в пределах одного миллиарда мы выдали наличными. Ну и... – Деньгами или поросятами, если не было честно, если, да? – Честно, деньгами. Рассчитали деньгами. А те, кто хотел, в общем-то, они сегодня получают под заработную плату товароматериальной ценности, которые есть на складах. Это и скот, это и корма, это и продукты питания. В общем-то, у нас эта схема отлажена. Ну и на турплату люди получили все, что хотели. У нас за первые два месяца в пределах 10-11 машин люди купили новых. То есть тогда, где продумана система стимулирования труда, там есть отдача, там есть результаты, настроение работать. – Ну теперь нужно это все перенести на 14 хозяйств района, правильно? Это вот по силам? Ведь там другие люди, я знаю, что в Красинске совсем другой народ по характеру даже, в Петропавловске совсем другие. Как быть? – Я думаю, что руководителю хозяйства не нужно много перестраиваться, чтобы, в общем-то, найти подход в каждом коллективе. Потому что цель одна – это работа с землей, это производство животноводческой продукции, а принципы и подходы в каждом хозяйстве свои, но цель одна. Эти сейлки в поле выйдут, потому что, сами слышали, всю зиму директор Уральца завозил хозяйство «Корючее». Уйдут ли Агаповские? На 11 апреля в районе все гусеничные трактора стояли с пустыми баками, не было ни капли дистоплива. Между тем, за последнюю неделю горючее и масла стали поступать на село Стопин. Выручил товарный кредит. Тот самый, трижды обруганный и заделок. Если были бы сегодня, у нас выдавались кредиты под те проценты в денежном выражении, конечно, любой бы руководитель, в том числе и в целом по району, можно было с наименьшими затратами купить и приобрести большее количество вот того, что мы производим в виде горюче-смазочного материала, в виде запасных частей, техники и так далее, и так далее, минеральных удобрений и прочее. Поэтому сегодня другого выхода у нас нет. Мы поставлены в очень, ну, не то что рамки, а просто нам деваться некуда. Нынче новые люди в областном сельхозуправлении решили кредитовать селян по-новому. К сожалению, также без оборотных средств, но и без посредников. Для этой категории лиц у крестьян есть куда были точные и жесткие определения. Мы практически вот эти кредиты оформляем на себя. В этом году Главное управление сельского хозяйства и продовольствия области выступают в роли госзаказчика на формировании продовольственных региональных фондов. Оформляя кредит на себя, мы выдаем эти кредиты уже в виде товарного кредита хозяйству, для того, чтобы они, ну, в виде материальных ресурсов на проведение весенней посевной компании. То есть никто не наживается, как раньше, в виде вот этих коммерсантов, посредников? Мы в этом году просмотрели вот эту ситуацию, чтобы не допустить такого, как раньше было. Мы внимательно отслеживаем все цены. Значит, практически, значит, по тендеру пропускаем, значит, посредников на поставку материально-технических ресурсов. Мы стоим за каждый процент банковского кредита. Ну что ж, все условия для того, чтобы хлебный каравай 97 стал полновесным, усилят есть. Вот оно зерно, собранное с верхней уральской Нивы в прошлом году. Новая мельница, ее суточное производство 45 тонн муки, построено в городе благодаря новым экономическим отношениям. Большую часть средств сюда вложил Александр Павлович Берестов, генеральный директор Челябинского хлебокомбината имени Григоровича. Допроходство или благотворительность здесь и не пахнет. Только точный расчет на нормальную прибыль. Кстати, здесь применена новая технология очистки зерна. До сих пор его пыли моют аж в шести годах. Иначе муки выше в основном получили. А вот вода, первоначальность, пиццы. И поэтому уже косит, то есть к новому урожаю. Здесь будут установлены шедушильные машины. Геннадий Андреевич, есть такое понятие, Верхневральская вода, высочайшее качество, Верхневральское пиво. А Верхневральская мука, есть такое понятие? Есть такое понятие. Буквально с ноября месяца в Верхневральске запущено новое производство. По полному циклу выпускаем сортовую муку высшего, первого и второго сорта. Значит, традиции Верхневральские были заложены еще в начале века купцом Гогиным. Сейчас мы это дело возобновляем и думаем, что со временем завоюем в округе и в Магнитогорске, в Белорецке, в Училах. Наша мука будет славиться и будет хорошего качества. То есть идет речь о возрождении былых традиций, былой славы? Да. И я думаю, мы не подкачаем. Все основания для этого есть. Сырье в округе пшеницы выращивается у нас отличного качества. Производство сейчас вот с конца марта вышло на проектную мощность. Значит, думаю, что это не за горами. И в рынок, постараемся на рынок войти. Я понимаю так, что Ваше главное преимущество в том, что все крупные хлебокомбинаты работают на привозном зерне, даже вот заокеанском. А Вы знаете свое зерно досконально, знаете процент клейковины, он здесь высочайший всегда был. Это главный Ваш козырь? Наша задача заинтересовать ближайшие хозяйства, создать им хорошие условия, чтобы они везли зерно именно к нам. Для того, чтобы увидеться с главой администрации Бриденского района Дмитрием Давыдовичем Петерсом, нам пришлось уехать в Аркаин. Есть еще одна, конечно же, причина нашего сюда приезда. Но мы о ней расскажем позже. Дмитрий Давыдович, дождь пошел. Добрый знак. Добрый знак, конечно, добрый. Урожай должен быть хороший в этом году. Сто дней Вашего руководства районом и впереди самый главный этап, самое главное испытание, посевная. Я прав? Да, да, конечно. Сейчас в основном забота механизаторов, забота и проблемы, которые есть у нас в связи с началом посевных работ, будем говорить так. Это, если в двух словах сказать, в основном тракторный парт готов у нас. Семена имеются первого-второго класса 80%. Хуже дело обстояло с горюче-смазочными материалами, но сейчас поправилось. Я всегда считал Бридинский район специфическим районом, в смысле производства зерна. Здесь всегда вызревали такие редкие сорта пшеницы. Помните, твердые сорта? Достаточно было получить 12,7 гектара, и она была рентабельной. Сейчас как? Ну, на этот год мы планируем, планируем, 50% у нас из зернового клина будут твердые. Безенчукская 139 хороший сорт. И если в прошлом году на твердые сорта как-то внимание, будем говорить, в области, ну, мало уделялось, что все поняли, что эту культуру твердую сорта пшеницы выбрасывать нельзя. Ими надо заниматься, как раньше, 5-10 лет назад по-настоящему. И считаю, если, конечно, за миллион рублей тонна зерна должна стоить, да, должна стоить, иначе просто, ну, не рентабельная будет. И такой настрой, что дешевле, чем за миллион, мы зерно реализовать не будем. Но прежде была система госзаказа, там спускался план сверху, и все. А сейчас вы вынуждены продавать сами. У вас есть уже покупатели на это зерно? Ну, в принципе, вы знаете, сейчас мы работаем на товарный кредит. Это тот же кредит, выдаются солярку под товарное зерно. И поэтому, в принципе, где-то заключили мы договор на 34 тысячи тонн, которые будем сдавать, ну, товарное зерно. Весной, особенно в канун или в начале посевной кампании, ситуация в поле меняется не то чтобы ежедневно, а ежечасно. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что, идя в эфир, через неделю после съемок мы бесконечно опаздываем. Но прямой репортаж вместо событий – это несколько другой жанр. Мы себе позволили немножко поразмышлять о том, как идет подготовка к главной кампании года – посевной. Такого наплыва музыкантов «Магнитка» еще не видела. Арт-платформа 97, которая традиционно проводится в это время года во Дворце культуры строителей имени Мамина Сибиряка, воистину стала уралосибирским филиалом «Горбушки». Так любовно называют фаны московский ДК имени Горбунова – мекку столичных рок- и поп-музыкантов. Мне все это очень понравилось, может быть, только не все это я понимаю. Вот очки я уже приобрел в следующем фестивале, постараюсь провести джинсы и порвать их здесь в коленках. Спасибо. Группа фирм «Кредо» явилась уже тоже по традиции одним из организаторов фестиваля. А всего их два – «Кредо» и стекольный завод «Маст». А вот одним из спонсоров арт-платформы впервые выступила областная администрация. Если у нас город 100 национальностей, если у нас город трех историй, можно так сказать, если у нас город просто на таком месте в середине России находится, он же сильный, в середине, туда-сюда, в любую сторону, значит, здесь и должно все происходить. А чего? Я все понимаю, кроме одного. Страна нищает, а сколько команд приехало и городов на сей раз? Начнем с Самара, Башкортостан, значит, Челябинская область, это Челябинск, Магнитогорск, Меас, Златоуз, Снежин, Стрехгор, ну их много просто городов. Чебаркуль, Меас, затем Оренбург, Устанай, Рудный, ну это Казахстан. На север поехали. На север поехали. Свердловская область, в том числе Екатеринбург, еще севернее Тюмень, и дальше совсем север Ишим. Ну и на запад отправимся, это будет у нас Омский, Красноярский край. Приехали. Приехали. В Магнитку. Вот здесь мы все и собрались. И как сказал сегодня Матвичук, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Правильно? А куда деваться? Это место такое. Для того, чтобы просто принять такое количество исполнителей, необходима была конкретная помощь со стороны магнитогорских предприятий, молодежных союзов, просто компетентных в мире шоу людей. Одним из них стал человек, чье обаяние и популярность уже десятилетия не вызывают сомнения ни у кого, и не только на уральской земле. И у меня появился повод поговорить со старым приятелем о делах фестивальных, и не только о них. Нефтенастные районы, они так надвигаются плотно, да? Безусловно. У меня несколько таких, я не могу точно вспомнить фамилии на арт-старте, но я просто поразился. Уровни сельской, можно сказать, самодеятельности, это выше, чем даже некоторые городские. Так, Шестаков, Григорий, у нас находится в Иерусалиме. Программа А, да? И главная ответственность упала на тебя, так? Ну, в общем-то, да, конечно. Хотя, в принципе, я и так должен был мимо Шестакову все равно быть председателем жили. А, кстати, между прочим, о профессионализме. Произошел интересный случай. Он почти трагикомический. В Свердловск нас пригласили 9 октября на празднование Джона Леннона. Ну, естественно, день рождения Леннона. Все должны были исполнять песни Битлз. Как и мы, естественно, приготовили. Ну, мы как почетные гости, там, экстририли, мне сказали, группа Ивановича и так далее. Значит, прошло несколько ансамблей. Ну, все, естественно, там, и Хаддезнайт и так далее, все. Мы уходим на сцену. И первое, что мы заиграли. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay? Аберол пели? Аберол пели? Потом пели немножечко, конечно, естественно. Так вот, к чему я говорю. Зал взорвался аплодисментами. Поднимается вдруг вот такой шкаф, будем говорить, на сцену. Ну, я думаю, естественно, как радист, он берет микрофон мой. Вдруг ни с того, ни с сего. Во время выступления. Я сатировал. И бросает меня его к ногам. Ну, естественно, остановилась песня, в чем дело, и ушел такой сердитый. Ну, служба охраны поздно, но спохватилась. Взяли, значит, короче, схватили его, попинали где-то, видимо. Думали, что это за дела. Выяснилась колоссальная ситуация. То есть он подумал, что мы включили фирменную фонограмму Битлз и под нее разъем им рты. В нашу задачу изначально не входило информировать вас о победителях фестиваля. Для того, чтобы просто назвать их имена во всех номинациях, необходимо время вдвое больше этого сюжета. Мы хотим передать вам атмосферу праздника, на котором большинство из вас побывать не смогло. КОМУ ЖИВЕТСЯ ПО РУСИ Эдуард, вам очень не повезло на сей раз. Андрей Пятаков сегодня не поет, он судит. А вы вообще знаете, что он поет, да? Да, знаю. Нравится ему? Ну, признаться, нравится, не нравится, у меня такое широкое понятие. Я сужу профессионально или не профессионально. Не профессионально? Ну, с моей точки зрения, да. Уже есть опыт нескольких фестивалей. Барышня рок-н-ролл в Челябинске, волшебный микрофон в Садке. Ну, впечатление, что самое интересное фестиваль еще впереди. Есть опыт наступать на горло собственной песни? Пока еще. Передалевать магнитогорский эгоцентризм? Ну, как-то пока говорить о том, чтобы такое давление на магнитку было, нету. Пока вот из всех выступающих Богдан Разгуляев показал профессионально хорошую попсу. Вот как старый попсовик, скажу, что такая матерая, хорошая попсня. У нас будет 31 мая фестиваль проводится, музыкальная вечеринка второй уже будет. И мы приглашаем всех участников сегодняшнего фестиваля приезжать к нам. 31 мая? Да, 31 мая. С тех у вас сойдет? У нас давно его нету. У нас теплее, чем у вас, кстати. Надо арендовать самолет размером со всю магнитку. И ехать в Тюмень. Они баки заправят, да? Они баки заправят, а самолет мы попросим. Парад лауреатов был назначен на четвертый день фестиваля. До этого прошла раздача призов и почетных дипломов. И музыканты, а с ними и битком набитый зал ДК-строителей, мог оттянуться на славу без оглядки на строгое жюри. О вкусах, конечно же, не спорят. Но даже если кому-то из вас, я имею в виду старшее поколение, это действие не по душе, вспомните, пожалуйста, свою молодость, когда слово Битлз считалось ругательством. Этим все разрешено. Хорошо это или плохо? Время покажет. Всю позапрошлую неделю внимание журналистов области было приковано к визиту австрийских коллег. К нам приехали не просто рядовые представители прессы этой страны, а это были руководители Союза журналистов Австрии, Академии журналистики. Чем могли мы их удивить? Семинары, встречи, встречи с коллективом и трудящихся. Все это исхоженные тропы. А из нехоженных дорог есть одна – дорога на Аркаим. Но вначале австрийцы побывали в районном центре Кизил. Не было времени, а главное – нужды, спрашивать у австрийских коллег об их отношении к Богу. Но тот факт, что православный храм в Кизиле их просто поразил, говорит уже о многом. Австрийцы не раз бывали в постперестроечной России и видели все, что нам бы явно хотелось им не показывать, я имею в виду следствия остановившихся реформ. Поэтому новенькая с иголочки церковь, дом священника, да и сам отец Николай – все это вместе произвело впечатление хорошее на иностранных коллег. А затем глава администрации Кизильского района Александр Сергеевич Смирнов повел гостей в школу. Обычную среднюю школу, без спецклассов и уклонов. А самое главное – без надписей на стенах, смысл которых ясен даже чужеземцу. Стайка ребят не специально мы к нашему, а случайно гуляющих на школьном дворе сопровождала делегации. Австрийцев ждали. И смотря на предзакатное время, и директор школы, и завраяно, и замгловые администрации. Чистенькие, ухоженные классы, зелень, лед. Все это говорило о том, что дети в школу собирайтесь. Петушок пропел давно, завтра 1 сентября. А нет, конец апреля на дворе. А школа новенькая. Вот что удивило и порадовало и не только иностранных гостей. Дорога на Аркаим, как любая дорога к храму, полна неожиданностей, но, как правило, предвкушаемых. На сей раз на пути людей, не понастышке знающих, что такое Тирольские луга и Альпы, вырос горный поток. Но было принято решение ехать. И мы поехали. Хотя коллеги прекрасно знали о том, что в эту пору, когда раскопы залиты весенней водой, на Аркаиме их не будут ждать 300 домов Овесты. Их еще раньше сжет Александр Македонский. Видеофильм, лекция в музее Аркаима, обзорная лекция на местности, обычный перечень вкусных. Но австрийцы, земляки, ицши. А Фред Турнхайм, президент Союза журналистики Австрии, тогда же в одной школе с ним учился, правда, в разное время. И Фреду было доподлинно известно о том, что яшты, стихи, из которых состоит библия на Фрасси, собственноручно написаны золотыми чернилами на телячьих шкурах самим царат Кустра. Но и не за этой библией приехали сюда Фред и его товарищи, Эрих Гридшлегер, президент Академии журналистики Австрии, и Гюнтер Бушек, вице-президент. Согласно библейским преданиям, одиннадцатым пророком на земле был Христос. Правда, он был человеком без имени, но родился в Балестине. А вот двенадцатый, последний, его имя на Фрасси, Цосиошу, родился в Варьян-Аваджа, что в переводе с того же Фрасси означает арийские просторы, то есть это место, где родился сам Заратустра. Нынче эти места зовутся скромно на борту, за Уралью. И нам осталось с Фредом только найти гору, откуда так говорил Заратустра. Изе что ли за заказ Заратустра? Ну, поверить-то всему, в принципе, можно, но утверждать? Но можно ли поверить то, что человечество, цивилизованное человечество, произошло именно отсюда, в том числе и Западная Европа? Их можно поверить, об тиганце цивилизион гераде фонии аустамт? Ох, да, я не знаю, я не знаю, я не знаю, но верить можно, в принципе. Только верить. Борис Николаевич, ну а вы связь, что для вас важнее, связь с космосом или связь со старыми друзьями? Вы знаете, ну вот поездка сюда, в Кизильский район, в частности, вот на Аркаим, в Бреды, ну, как-то рассматривалось нами, как некое приложение к журналистской программе. Но так оказалось, что она сама по себе имеет огромное значение, чрезвычайно интересное. Нас очень как-то порадовало село Кизильское, порядок хороший, так сказать, очень интересное акционерное еще из Майловская. И вот впереди у нас в Бредах интересная программа, так что и это очень важно. И очень интересно. Я обратил внимание на то, что вот ветер довольно холодный, да? А здесь тепло, и вы с расстегнутой пуговичкой на рубашке. Ну, я, в отличие от нашего австрийского коллеги, больше верю в то, что это место особое какое-то. Может быть, поэтому здесь как-то уютнее, чем в других местах. Телкный столб воздуха, да? Говорят так, я его ощущаю даже как-то. Австрийским коллегам было тепло еще и от того, что по дороге на Аркаим они заехали в акционерное общество Измайловское, посетили шубный цех и по достоинству оценили мастерство южноуральских скверняков. И здесь им были подарены три меховые курточки. В народе их называют душегрейки. Австрийцев мог, конечно, одарить и Аркаим, например, знанием того, что цивилизация началась именно отсюда. Но этим простым общением людям достаточно того, что им дарит их цивилизация сегодня и каждодневно. А сейчас на сон грядущий я предлагаю вам что-нибудь успокаивающее. Например, сюжет об отдельной роте милиции в городе Магнитогорске. Те из вас, кто посмотрит его до конца, сможет смело вечером из дома выходить. Потому что это не просто бравые парни типа Командос. Это чистые ребята, как мне показалось, не испорченные душой и не способные пинать ногами беззащитного человека. И чем их больше будет на наших улицах днем и вечером, тем лучше для всех. Холодное газоагнестильное оружие. И есть на машине наркотические что-то? Нет, нет. В машине! Руки за голову! Вот так она работает. Отдельная рота милиции УВД города Магнитогорска. А здесь живет. Просторные учебные классы, где бойцы усваивают теорию и практику владения любого вида оружием. И где нет нужды, как воинам срочной службы, использовать часть занятий для того, чтобы написать письмо на родину. Все эти ребята живут в Магнитогорске, в нормальных логосбородных квартирах. А здесь они работают. И каждый из них помнит день, когда пришлось сдавать выступительные экзамены. Главный из них бой с двумя, а то и тремя условными противниками. Остались те, кто в этом бою победил. Магнитка, конечно же, имеет свой ОМОН, где работают совсем не слабые ребята. Но и у ОМОНа, и у отдельной роты милиции немножко разные задачи. Но цель одна. Убрать доступную лечисть с улиц города Металунгом. Для этой цели в роте есть прекрасно оборудованный теплый автогараж, в кинологический центр, где тепероногие друзья милиционеров чувствуют себя прекрасно. Сейчас рота объявила дополнительный набор. И это вызвано ситуацией, которая сложилась в городе, явно не по вине милиции. Рост уличной преступности обусловлен совсем иными причинами. Но остановить его состояние эти парки. На базе роты отдельной роты разворачивается отдельный батальон УВД города Монитогорска. Сейчас идет набор батальон. Молодые люди приходят сейчас с армии. Как раз в наше нелегкое время, когда многие проходят службу и в внутренних войсках, связанных с наведением порядка в Кавказских республиках. с воздушно-десантных частей, с морской пехоты. Мы думаем за счет в первую очередь этих вот молодых людей укомплектоваться. То есть вы набираете людей сейчас и в общем-то можно сказать, ребята, которые способны к романтике, к работе интересной, но опасной, пусть к вам приходят. Так? Да. Мы всех примем, рассмотрим все предложения и будем рады видеть у себя не просто здоровых парней, но и парней, которые умеют думать головой. Какие главные требования у Ивана Анатольевича к людям, которые приходят на работу? Главные требования вы сами видели. Значит, у нас спортзал, рукопашный бой, подтягивания, челночный бег 10 по 10. Мы сейчас вынуждены были использовать при отборе один из элементов, это пишут диктант. Пишут диктант, где мы стараемся выявить, скажем, мышление человека, потому что работа с людьми в городе в основном живая работа. Нужно уметь общаться, нужно быть не злобливым, потому что в общем-то большая часть населения это нормальные люди. Я знаю, что вы прошли хорошую школу армейской службы, по-моему, вы служили военной разведке, а прав? Да, я служил в отдельном разведывательном батальоне, командиром сначала взвода специальной разведки, потом зам командира роты по воздушно-десантной подготовке, потом командира разведывательной роты. Служили мы в Польше в развернутых частях, то есть это 100% указанного личного состава и боевая подготовка полностью. Те, кто захотят служить, работать, вернее, в этом подразделении, куда им обращаться? Наш адрес Бестужево 21, это предпоследняя остановка автобуса 5 маршрута, вот, или всех желающих узнать информацию какую-то более подробную, можно позвонить по телефону 21 14 64. Программа Юг завершена, и ее авторы по традиции желают вам успехов, но только в хороших делах. У большинства из вас впереди самая ответственная горячая пора в садах и огородах. И вот на этом поприще я желаю вам особенных успехов. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин